Дорогие братья и сёстры, я приглашаю вас открыть книгу Откровения, последнюю книгу Библии. Мы будем читать, начиная с 6 главы. И пару месяцев назад была проповедь на 4-ю и 5-ю главы, где представлена эта небесная картина, это видение в небесах престолов, на котором восседает агнец, который достоин принять честь, славу. Агнец, который является Творцом, Агнец, который является Спасителем. Дальше я бы хотел сегодня сосредоточиться на следующей части книги Откровения. И эта часть касается Божьего Суда и Божий Суд, который сосредоточен именно на семи печатях. Итак, 6 глава книги Откровения. «И я видел, что агнец снял первую из семи печатель и услышал одно из четырёх животных, говорящая как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, на нём всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящие, «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нём дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, и лея же вина не повреждай». И когда он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, на нём всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртой частью земли, умиршлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Когда он снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, «Да коли, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, что они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. И когда он снял шестую печать, я взгляну, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосяница, и луна сделалась, как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячоначальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. Говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнса, ибо пришёл великий день гнева его, и кто может устоять? Глава 7. После всего видел я четырёх ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём ангелам, говоря, дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатлённых. Запечатлённых было сто сорок четыре тысячи со всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Осирова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Нефалимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Монасина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Левина запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих. И восстисали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин!» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они же будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники, вот, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Восьмая глава. «И когда Он снял седьмую печать, сделаясь безмолвие на небе, как бы на полчаса. Аминь!» В книге Откровения, начиная с шестой по девятнадцатую главы, описывается суть последнего времени, которая называется «День Господен». Это время имеет разные названия в Ветхом Завете, например, оно называется «Бедственным временем для Иакова». Книга Иеремии, тридцатая глава, седьмой стих. «О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Также это время названо «семидесятой неделей Даниила». Книга Даниила, девятая глава, двадцать седьмой стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная преребленная гибель постигнет опустошителя». Также это время еще называется «Великой скорбью». Хотя мы видим во всей книге Откровения, восхищение верующих особо не упоминается в этой книге. По моему мнению, оно должно произойти до вот этих слов, которые мы прочитали, до Откровения 6. Почему я придерживаюсь такого мнения? «В послании к Веселоникицам в пятой главе, в девятом стихе говорится, что мы, Бог, не предназначил нас для Дня Господня, для гнева Дня Господня, то есть церковь, то есть верующих людей. Не на гнев. Бог определил нас не на гнев. И также в первом послании к Веселоникицам в четвертой главе, с 13 по 18 стихи, описывается восхищение церкви. А уже в следующей главе, в пятой главе, с 1 по 11 стихи, говорится о Дне Господнем, упоминается День Господень. Поэтому Иисус, уча о Дне Господнем, Он говорил о внезапности восхищения церкви. Апостол Павел учил о внезапности восхищения церкви. Мы видим это в послании к Веселоникицам, послании к Коринфянам. Поэтому учение о внезапном восхищении церкви, оно нам диктует хронологию вот этого последнего времени. Вот мы прочитали с вами в шестой главе о четырех всадниках, которые готовят нас с первой серией, с первой серией из семи судов книги Откровения. То есть всего есть три так называемые серии судов. Первая серия – это суды печатей. Они описаны в шестой главе здесь. Затем вторая серия судов Божьих – это суды труб. Они описаны в восьмой и девятой главах книги Откровения. И, наконец, третья серия судов – это суды чаш, которые описаны в пятнадцатой и шестнадцатых главах книги Откровения. И, конечно же, существует много мнений о том, как взаимосвязаны вот эти три серии судов. Одни говорят, что это последовательные суды, одни за другим. Другие говорят, что это одновременно происходящие суды, которые описаны с разных перспектив. Я придерживаюсь понимания, что между этими судами существует телескопическая взаимосвязь. Те из вас, которые занимаются покраской, у вас есть, наверное, такая палка, которая выдвигается, выдвижная такая палка, которую вы можете на большой высоте что-то красить. Те, которые занимаетесь видеосъемкой и фотоделом, у вас есть вот эта подставка, трипод, у которого ножки вот так телескопически выдвигаются. Когда вы зонтик открываете, то он такой коротенький, а когда он раскрывается, то он становится длиннее. Почему? Потому что одна часть выходит из другой как таким телескопическим механизмом. Вот таким образом эти суды, они связаны. Что я имею в виду? Из каждой, из последнего суда предыдущей серии, последний суд предыдущей серии содержит семь судов следующей серии. И затем последний суд следующей серии судов содержит в себе семь судов уже последующей серии. Другими словами, седьмая печать содержит в себе суды семи труб. Далее, седьмая труба содержит в себе суды семи чаш. понимаете, да, уловили, уловили вот эту, то есть, если вы задумаетесь об этом, по мере развития судов Божьих, то есть, время движется к концу, к пришествию Христа, суду Божьему, все, время движется к концу, по мере развития вот этих судов Божьих, это интенсивность и их частота, она увеличивается. Это будет действительно время великой скорби и сильных, сильных страданий для этого мира. И вот, когда мы исследуем вот этих четырех всадников, которых мы прочитали здесь, важно отметить, что это не просто, это не просто вот Иоанн увидел четырех всадников, или, может быть, даже он не видел четырех всадников, но как-то ему нужно было объяснить, что будет происходить с этим миром. И он пользуется вот этими образами четырех всадников. Нет, он пользуется ветхозаветными образами, уже присутствующими в Ветхом Завете. Эти образы есть в книгах пророков Захарии и в книге пророка Изекииля. В Захарии в первой главе, в восьмом стихе сказано так, «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пеги и белые». В книге Захарии в шестой главе, в шестом стихе говорится, «Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, и пеги идут к стране полуденной». Об этом времени говорил пророк Иезекииль в 14-й главе, в 21-м стихе, где сказано, «Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч, голод, лютых зверей и моровую язву, пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот». И хотя некоторые считают, что эти события, они все-таки произошли и совершились в истории Израиля, слова Иисуса, они это не подтверждают, что вот эти события уже свершились. Почему? Потому что он говорит, что суды Божьи еще ожидают, с перспективы Иисуса, то есть это уже Новый Завет, суды Божьи еще ожидают людей человечества в будущем. И для этого нам достаточно обратиться к беседе Иисуса Христа со своими учениками на Леонской горе. И вот там, вот в этой беседе, которая описана в 24 главе Евангелия от Матфея, и другие евангелисты также описывают это. 24 глава, я бы хотел прочитать с 3 по 8 стихи. Мы должны внимательно посмотреть на слова Иисуса. Почему? Потому что есть очень ясные параллели с тем, что здесь увидел в видении апостола Я. Итак, в Евангелии от Матфея в 24 главе сказаны следующие слова. «Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Обратите внимание, какой вопрос задают они. «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть нам уже ясно, что хотят узнать ученики у Иисуса. И Иисус сказал им в ответ. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас...» Обратите внимание. Первое, что он говорит. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Далее он говорит. «Также услышите о войнах, обратите внимание, о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Обратите внимание дальше. «И будут глады моры, и дальше и землетрясения по местам, все же это начало болезни». Если внимательно читать эти слова, если внимательно также прочитать то, что записано в Евангелии от Марка, в 13 главе с 7 по 9 стихи, в Евангелии от Луки, в 21 главе с 9 по 12 стихи, вы увидите сходство с содержанием 6 главы, здесь, которую мы прочитали. Но вот Иисус описывает, что это только начало болезни. Другими словами, на протяжении истории события, исторические события, они являются предвестниками Божьих судов. Они уже происходили в этом мире и происходят сейчас в этом мире. Они как по спирали приближают этот мир к конечной точке, когда суды Божьи и зальются на человечество во всей полноте. И вот это, если мы смотрим на хронологию книги Откровения, то мы увидим, что это должно произойти перед вторым пришествием Иисуса Христа, которое детально описано в 19 главе с 11 по 21 стихи и установлением Его земного царствия на тысячу лет, которое описано в 20 главе с 1 по 6 стихи. Я должен сказать, что некоторые также интерпретируют вот эти семь печати и вот эти суды как приготовление к великой скорби. Хотя я так не думаю, но в конечном итоге важен факт, что Божий суд грядет. Для тех, кто отрицает будущий Божий суд, четыре всадника Откровения являются предупреждением о таком грядущем суде, которого человечество еще не переживало никогда. Еще раз, в Евангелии от Матвея в 24 главе, в 21 стихе Иисус сказал, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». То есть, это будет время, которого человечество еще не знало. Но возникает вопрос, если Церковь Христова избежит этого суда, зачем нам знать об этом? В чем смысл того, чтобы мы изучали, чтобы мы даже беспокоились об этом? Я должен сказать, что смысл и необходимость в этом есть очень большая. Во-первых, это необходимо для того, чтобы мотивировать нас к проповеди Благой Вести. Ведь без оправдания, полученного через веру в Сына Божьего, каждый человек обречен на суд. И об этом необходимо говорить людям. Об этом необходимо людям напоминать. Очень часто Евангелие ограничивается фразой «Иисус любит тебя». Да, это именно так. Иисус любит. Но Он также будет судить этот мир. И очень часто об этом забывают говорить. Во-вторых, не все считающие себя христианами принадлежат к Церкви Христовой, которая будет восхищена. Более того, перед вторым пришествием Христа в последнее время будет возрастать и станет влиятельной ложная Церковь, которая отвергла власть Христа. То есть символика присутствует, висят кресты, правильные слова говорятся, но власти Христовой там нет. власть власть изоточена в руках людей, в руках или мирские нравы управляют этой Церковью. Поэтому для каждого поколения христиан события, которые предвещают этот Божий суд, они являются своего рода напоминанием, они являются предупреждением о реальности Божьего суда. Божий суд грядет. Итак, первое мы увидели здесь всадника на белом коне. Интересно, что когда Иисус, второе пришествие Иисуса Христа, которое описано в 19 главе, также говорит о всаднике на белом коне. Но этот всадник не может быть Христом, потому что он, этот всадник, он заодно с последующими тремя всадниками. Это именно тот, который принимает вид Христа. Он придет в мир под видом Спасителя только с тем, чтобы подчинить, победить этот мир и подчинить человечество своему контролю. Тут описан он как победоносный. Знаете, каждая страна, каждый человек хочет быть успешным. Каждая страна хочет быть первой страной в мире. И вот когда какой-то кандидат в президент или что говорит, я сделаю эту страну номер один, самое лучшее, со мной мы победим, то за этого человека люди голосуют, они хотят видеть его своим лидером. И в свое время вот таким через обещание победы, обещание победы люди будут обмануты, люди будут находиться в состоянии, они попадут под контроль, под контроль власть, то есть силы, которая будет разрушать их последствия. Иисус во втором послании Коринфянам в 11 главе в 13 стихе описывает так время, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, и потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. То есть эти лиры, они будут очень похожи на ту миссию Спасителя, которую предлагает Христос, которую осуществляет Христос, но их подлинная истинно-поллинная знача будет совершенно другая, не спасти, а разрушить. Далее в третьем стихе, в четвертом стихах мы читаем о следующем всаднике войны на рыжем коне, огненно-красном коне. Следующий всадник придет с большим мечом. Он раздует войны, конфликты между государственными и государственными. Этот конфликт там будет охвачен не только страны, а конфликт будет находиться в конфликте будут даже находиться люди внутри страны. Люди восстанут против своих властей, гражданских властей, люди восстанут друг против друга, сосед будет убивать соседа. Знаете, я когда-то я слышал миссионер рассказывал, который имел служение в Попуа, Новая Гвинея, и так обыденно рассказывал о дикости этих племен, что у них было время года, когда они воевали друг с другом. Каждый год в одно и то же время они воевали друг с другом. Они приходили, нападали на села, на деревни, на деревни друг друга и убивали, кого только могли убить. И потом те шли обратно, убивали, кого только убили. И у них была такая традиция. И казалось бы, казалось бы, что цивилизованные люди никогда на это не пойдут. То есть жители одной страны, они не будут убивать друг друга. Но затем начался конфликт на Украине, где жители одной страны начали убивать друг друга безжалостно. И сегодня по улицам Америки ходят вооруженные люди, готовые убивать тех, которые не согласны с ними. Это становится реальностью цивилизованного мира. И поэтому, когда придет суд Божий, когда второй садник выйдет на сцену истории этой, это будет происходить. Это будет страшно. Третий всадник, всадник голода на черном коне, 5-6 стихи. Вот это обманутая, обольщенная и воюющая друг с другом человечество неизбежно станет голодающим, бедствующим человечеством. Я посмотрел в словаре хеникс. Это мера сыпучих продуктов. Она примерно равняется одному литру. Представьте себе хеникс пшеницы. Один литр пшеницы. Считалось, что человеку требовалось для дневного пропитания один хеникс пшеницы. Динарий это дневная плата рабочего. Люди будут целый день трудиться только чтобы покушать хлеба. А для того, чтобы прокормить семью, придется ограничиться, на пшеницу не будет хватать. Придется ограничиться овсом, более грубой пищей. И на масло и вино средств уже не останется. Это будут невостребованные вещи. Настолько будет велика нужда людей. Далее мы читаем о четвертом всаднике. всадник смерти на бледном коне 7-8 стихии. Имя этого всадника смерть, как вы знаете, смерть, она забирает тело человека. Когда наступает смерть, тело становится безжизненным, оно разлагается. И за вот этим всадником, имя которому смерть, следует ад. Ад это то место, которое забирает души людей. Этот суд написано здесь поразить четвертую часть населения земли. Мы читаем тексти в восьмом стихе. Представьте себе, что если вот это произойдет сейчас, то при населении на земле 8 миллиардов человек, через пару месяцев у нас будет население восемь миллиардов человек. Смерть заберет два миллиарда. Два миллиарда людей погибнут. Далее мы читаем во время судов труб, во время шестой трубы треть населения земли погибнет. таким образом, если прибавить вот эти два массовых уничтожения населения, то в течение семи лет великой скорби умрет половина населения земли. Так мы увидели, что будет происходить с землей. Что будет происходить на земле? Как с чего начнутся суды Божьи? И тот факт, что эти печати снимает Агнец, говорит о том, что хотя Господь не является автором зла, но все находится под его контролем. И кстати, вот этот псалом, который был вначале прочитан сегодня, он очень хорошо иллюстрирует это. 23 стих 93 псалома говорит, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш. То есть Бог будет использовать злодейство, злодеяние самих же людей для того, чтобы они истребляли друг друга. Затем мы видим картину народа Божьего. Пятая печать, начиная с 9 стиха, открывает не то, что будет происходить на земле, но то, что будет происходить на небесах. Там под алтарем находятся души убитых за Слово Божие и за свидетельство. И вот они, почему под алтарем вообще в храме было два алтаря, как вы знаете, был алтарь жертвоприношения, который находился снаружи, не внутри храма. И также был алтарь курений, который находился внутри, в свосвятилище. и этот алтарь, он символизировал молитву к Богу, молитвы, восходящие к Богу. Этот алтарь курений, это он символизировал. Так вот, эти святые, они убитые за Слово Божие, они возносят свои молитвы, они взывают к Богу о возмездии для тех, кто проливал кровь христиан. И мы узнаем здесь, в 10-11 стихе, что Господь отвечает им, что Он Сам установил время суда. То есть, в этой заступнической молитве, единственной, которую мы находим в Откровении, в этой молитве на эту молитву Господь отвечает, что у меня определено время, и это время скоро придет. Но это время установлено самим Богом. А пока этим мученикам Господь дает белые одежды святости, как награда за их верность, награду за их верность, одежда праведности, она дана смерти Иисуса Христа, его страданиями на Голгофском кресте. Но есть и вторая, вторые белые одежды, это как награда, это прославленные белые одежды, и они даются как награда за верность его людям. И далее мы видим, что открывается шестая, снимается шестая печать, когда снимется шестая печать, обратите внимание, 12, 13, 14 стихи, когда он снял шестую печать, то всем людям станет очень ясно, что Христос грядет. Если предыдущие печати, это будет выглядеть как какие-то глобальные катаклизмы, к которым, может быть, люди уже как-то и привыкнут, достаточно посмотреть на 20-й год, что человечество пережило, то когда снята будет шестая печать, то будет очевидно, что сейчас происходит то, чего никогда еще не было, это что-то страшное. В Библии нередко явление Богу сопровождается землетрясением. Если вы помните в книге Исход 19-й главе 18-м стихе на горе Синае описано так, гора же Синае вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи и вся гора сильно колебалась. То есть будет происходить землетрясение, также будут происходить астрономические какие-то атмосферные катаклизмы, солнце и луна померкнут, звезды упадут на землю будь то буквально либо в виде метеоритного дождя, то есть они будут прекращать свое существование, падая или не падая на землю, это уже не имеет значения, но привычный нам небосклон, ночное небо, оно полностью видоизменится, привыкшее нашему глазу небо скроется вообще, горы и острова сдвинутся с мест своих, то есть топография, топография земли изменится, и это интересно, что о том месте, из которого Иисус вознесся после своего первого прихода на землю, на то же место он возвратится, но это будет уже видоизмененное место, в книге Захария в 14 главе в 4 стихе сказано так, и станут ноги его в тот день, то есть ноги Мессии на горе Илеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская с востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Ничего подобного этот мир не видел раньше, то есть таких катаклизмов, таких интенсивных и последовательных катаклизмов мир не испытывал этого раньше. Для всех станет очевидно, что на землю грядет сам Бог. Но вопрос для чего? Для чего Он грядет на землю? Он приходит для того, чтобы лично Сам вершить праведный суд. Мы видим, мы прочитали с вами, что люди разного положения и социального статуса будут искать укрытие от Божьего суда. 15 стих. Знаете, люди будут, сейчас люди очень боятся смерти, они всеми путями пытаются избежать смерти. Даже преступники, которые осуждены на смертную казнь, они подают годами, десятилетиями они подают апелляции в суды, чтобы избежать смертной казни. люди боятся смерти. Представьте себе, 16 стих говорит, 17 стих говорит, 16, я извиняюсь, люди будут искать смерти, люди будут искать смерти только для того, чтобы не увидеть гнева Агнца. Теперь увидели вы 16 стих, да? И теперь задумайтесь над этим термином, этой фразой гнев Агнца. Кто-то из вас может представить себя ягненка во гневе? В нашем понимании ягненок отождествляется с невинностью, можно сказать с игривостью какой-то, кротостью, даже беззащитностью. И вот поэтому мир, в который Иисус предстал как Агнец, закланный за грехи, как смиренный Агнец, не может поверить то, что Христос будет судить мир. Но Библия говорит о том. И вопрос задается, кто сможет устоять перед судом Агнца? Кто сможет устоять перед его гневом? 17 стих. Кто может устоять перед его гневом? Казалось бы, наступило время для финальной седьмой печати. Но тут наступает такая антракт в Божьем суде, перерыв. Иоанну предстает другая картина. Интересно, что это же происходит во время каждого из судов. И в каждой серии судов после шестого суда тема временно меняется. Мы видим это в седьмой главе, мы видим это в десятой и в одиннадцатых главах судом труб, и в шестнадцатой главе во время суда чаш. это делается с тем, чтобы ободрить церковь. Вы знаете, апостол Иоанн написал эту книгу, записал это видение для церкви, для того, чтобы ободрить страдающую и гонимую церковь. Агнец, который в четвертой главе предстает перед нами как Творец, в пятой главе он предстает перед нами как Спаситель, в шестой главе он предстает как Судья, в седьмой главе он предстает как Пастырь Его народа. Семнадцатый стих седьмой главы, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод и отрёт Бог всякую слезу сочей их. Опять же, такая же картина. Агнец, Агнец, который является пастырем, который вводит свой народ. Удивительно. Удивительно. Но в этом, в этой картине передана вот эта глубокая мудрость воплощения Сына Божьего. Знаете, что Сын Божий воплотивший и став человеком, Он уже остается над человеком уже навсегда. И в этом для церкви большое утешение, для человека большое утешение. Почему? Потому что мы имеем Одесную Отца Небесного, Ходатая, который понимает нас, потому что Он является человеком, Он осознаёт, через что мы проходим, и Он сопереживает людям, и Он ходатайствует за своих перед Отцом Небесным день и ночь. Вот смысл Агнца, который ведёт стадо. Один из людей ведёт всё стадо. Наконец, мы видим здесь, что день великого гнева Агнца, только церковь может устоять пред Христом, потому что именно церковь будет в его присутствии перед престолом восклицать. Спасение принадлежит Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Вопрос, почему церковь устоит? был задан вопрос, кто может устоять в великий день гнева его? Почему церковь устоит? Мы видим в седьмой главе здесь ответ, потому что те, кто стоят перед его престолом, они запечатлены. Что такое быть запечатленным? Это означает иметь печать. То есть, когда документ имеет печать, это официальный документ, это подлинный документ, это документ, имеющий силу. Так вот, на них положена печать Божья как знак подлинности и знак принадлежности Богу. И вот два видения в седьмой главе показывают нам два видения, которые показывают две группы людей. И вот первая группа людей в четвертом стихе это 144 тысячи. Это 144 тысячи. И затем вторая группа это в девятом стихе седьмой главы в девятом стихе это великое множество людей, которого никто не мог перечесть. С одной стороны конкретное число какое-то 144 тысячи и затем великое множество людей, которые никто не мог исчислить. Те из вас, кто читает Библию уже на протяжении долгого времени, вы, наверное, знаете, что вот эта цифра 144 тысячи является темой интенсивных дебатов. одни понимают, что это число демонстрирует символическую полноту числа всех спасенных, другие считают, что 144 тысячи это верный остаток из израильского народа, третий считает, что 144 это евреи, спасенные во время великой скорби. Мы должны помнить, когда мы пытаемся интерпретировать это, мы должны помнить, что многие уже учения, яговисты, субботники, мормоны, используют это число для своих целей. Поэтому лучше всего, чтобы мы не изощрялись и не выдумывали, каких-либо теорий, а придерживаются буквального понимания. Да, тысячи это символическое число, описывающее спасенных из израильского народа, которые будут в числе великого множества спасенных и всех народов и племен. Другими словами, в Церкви Христовой будут представители двенадцати колен израилевых. Это подтвердит исполнение обещаний Богом, которые были даны Аврааму, которые даны были Давиду. Это исполнение пророчества пророка Иеремия, 31 глава, 31 стих, о Новом Завете, который Господь положится своим народом. Но все-таки это число символическое. Это число не говорит о том, что там будет ровно 144 тысячи 0-0-0-0-0. Потому что сегодня, например, подавляющее большинство евреев не знает, какому колену они принадлежат. Но, вы знаете, это не так важно. Потому что Бог знает, кто куда принадлежит. И Он спасает, Он спасает, не люди спасают себя, а Бог спасает, и Он ставит печать, отделяя этих людей для себя. Это ни в коем случае не означает, что Бог спасает Израиль без веры в Иисуса Христа. Нет, существует только одна церковь. Это церковь, искупленных кровью Агнца. Здесь мы прочитали в 7-й главе. Есть только одна церковь. Нет две церкви для евреев и другая для язычников. Одна церковь, есть только один путь ко спасению. Когда небесные небожители видят это великое множество, великое разнообразие и множество спасенных в белых одеждах праведности, они падают ниц перед престолом Бога, прославляя Его. Это самая удивительная картина, которая изумляет, которая восхищает небесных небожителей. и они произносят эти слова благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему веки веков. Аминь. Все эти эпитеты, они имеют какой-то смысл. Благословение это доброе слово похвала, который достоин Бога. слава это результат, плод его благочестивого характера и его доброй, превосходной репутации. Премудрость это божественное познание, которым обладает только он и божественная перспектива, которая абсолютно безошибочна. Благодарение Слово Евхаристия здесь используется. Это отклик на то, что Бог сделал для нас. Честь. Честь это признание, когда другие признают заслуги и ценность Божью. Сила это Божье всевластие. Его способность сделать то, что Он пожелает. И, наконец, крепость, несокрушимость Божьих обетований и Его дел. И эти все эпидены принадлежат Ему. Когда народ, когда эти небожители видят великое множество спасенных, когда они видят осуществленную программу Божьего по искуплению человечества, они приходят в необычайной восторге, они преклоняются перед Богом. Далее, когда возникает этот вопрос, один из старцев спросил мне, все облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? И сказал ему, ты знаешь, господин, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца. Здесь возникает вопрос, если я говорю, что церковь избежит великой скорби, она будет взята от великой скорби, то есть этого семилетнего периода. Почему здесь говорится, это те, которые взяты от великой скорби? Опять же, опять же, вот этот предлог, частица предлог в греческом языке, которая определенная в русский язык от, эк, это предлог отделения, предлог разделения. И мое понимание, то есть, например, 6 глава, тот же предлог используется, 14 стих, сдвинулись, и острова сдвинулись с мест своих. То есть, это предлог отделения или разделения. Я думаю, что если бы Господь хотел бы передать нам, что это те, которые прошли через великую скорби, то использовался бы другой предлог. Диа прошли через великую скорби, а здесь они взяты от великой скорби. То есть, в какой-то степени они избежали вот этого семилетнего периода. И, наконец, первый стих восьмой главы. Когда он снял седьмую печать и сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Что происходит здесь со снятием седьмой печати? как выглядит вот эта кульминация Божьего суда? Как происходит вот это финальное явление Христа? Наконец-то он является для того, чтобы утвердить свое господство. То, что происходит после снятия седьмой печати, оно довольно неожиданно, как-то непредсказуемый поворот, наступает тишина. Сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Небеса замирают от ожидания того, что произойдет следующее. Второе пришествие Христа это кульминационный момент истории Вселенной. И вот тут происходит вот это затишье перед бурей, тишина перед последним этапом истории в центре которой будет Христос. И хотя вот мы видим, что в небе было затишье, на земле происходили великие потрясения, которые описаны в последующих судах труб и чаш. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Ну а сегодня я бы хотел, чтобы мы запомнили эту истину, что Божий суд он неизбежен. Поэтому нам нужно говорить об этом, нам нужно помнить об этом и не бояться говорить то, что мы людей оттолкнем от себя. Лучше пускай они сейчас об этом услышат, что Божий суд неизбежен. и второе, то, что Бог запечатлил для себя великое множество спасенных из всех народов, языков и племен. И они предстанут перед ним как свидетельство его милости и любви. Мы являемся частью этого множества. Аллилуйя. Аминь. Аминь.